Вообще есть норматив, тот, который существовал и существует. Это одна машина на 10 тысяч населения, чтобы удовлетворить скорую помощь. То есть на наш город у нас официально приписано, это стоят на учете в центрах семейной медицины, 1 миллион 48 тысяч. Из расчета нам нужно на город 100 машин, круглосуточный бригад, точнее. У нас их фактически 38. Понимаете, на город Фрунзе, на 540 тысяч населения было 59 бригад. Мы сегодня даже на союзную норму не можем выйти. Даже на союзную норму. Проблема в том, что сегодня к нам не идут врачи. На 210 врачебных ставок, на сегодняшний день у нас вакант 85. Врачебных ставок свободно, и люди не идут. Несмотря на то, что, предположим, мэрия, очень большую помощь нам оказывают. Есть такой депозит врача скорой помощи, депозит сотрудника скорой помощи. Он 20 ставок дан для врачей, 20 ставок для среднего медпедсанала. Так вот, на сегодняшний день из 20, только двое ставки заняты. Люди даже на депозит не идут. Куда они уезжают? Уезжают в основном в Россию. Почему это сложилось? Ну, сложилось из-за того, что низкая заработная плата, особые условия труда у нас. Низкая заработная плата, человек 8 лет учится, и оклад у него 5 тысяч стартовый. Если бы не мэрия, мэрия нам добавляет ежемесячно 4 тысячи для врачей, и 2,5 тысячи для средних и младшего персонала. То я не знаю вообще, что было-было. Мы, наверное, бы уже остановились. Но вот в декабре нас посещал наш президент. И здесь, после того, как он ознакомился с работой, он пообещал, что поднимет нам зарплату. Сейчас рабочая группа работает, ориентировочно до 70%. Я думаю, поднятие вот этой заработной платы, открытие подстанции стабилизирует работу. Потому что, на самом деле, действительно, горожане, они правы, когда вот... Их мало интересует. По большому счету, да, я вызвал скорую помощь, я должен получить эту помощь. И тогда особенно эта проблема с педиатрическими бригадами. К сожалению, педиатры... Проблема не только у нас, это проблема и в стационарах, это проблема и в центрах семейной медицине. Но она у нас острее как-то проявляется, потому что к нам люди обращаются в неотложной, в экстренной помощи. И тогда, когда родители, вызвав скорую помощь к ребенку и ждут 2-3 часа, ну, вы мне извините, конечно, их возмущение понятно. И я вот, к сожалению, это констатирую и приношу пользу случаям, приношу извинения, что приходится ожидать. Единственное, что меня сегодня очень тревожит, это кадры. К сожалению, с 1 января очень много у нас медицинских работников уволились. И когда я спрашиваю, все говорят, уезжаем в Россию, уезжаем в Москву. Там, да, зарплата на порядок выше.